Друзья, всем привет! И мы продолжаем строить наш болид. В общем, в прошлой серии мы затарились огромнейшим количеством различных радиаторов, прикупили даже вот такой-то интеркулер, который хотели распилить, но так это самое, у нас руки не дошли. Короче, у нас будет фронтальный кулек, который будет находиться вот здесь вот, вот так вот. По дизайну вписывается прямо идеально. Отсюда будет воздух проникать, охлаждать его, может быть, даже будет стоять форсунка, которая будет его еще дополнительно охлаждать. Но какой здесь плюс у него? Он не будет так нагреваться от двигателя, как вот этот. Многие вписали также в комментариях, что ваш кулек, он нагревается от двигателя просто до колоссальной температуры, и поэтому ваша тачка никуда не едет. Ну и плюс не было обдува. Ну, по поводу обдува я не знаю. Тут такой ветер идет, что, по-моему, тут все обдувается. Ну, как бы все знают, что именно фронтальные кульки, они более производительные, поскольку через них прям напрямую воздух проходит. Это, как бы, без сомнений, правильно и хорошо. И мы так и будем делать. Но мы пока еще не знаем, как мы это сделаем. Нужно отпилить лишние бачки, сделать какие-то новые бачки, новые воздуховоды, которые будут здесь как-то идти. И они не должны быть слишком длинные, потому что у нас получится турбояма. Ну да, есть такое. Ну, мне кажется, на такой длине нормально все будет. Как всегда, мы начинаем что-то делать, в чем не особо разбираемся, но по ходу дела придется разобраться. Также мы решили здесь немножко облагородить все это дело, поскольку у нас, ну, были вот такие вот тасольные шланги, которые были состыкованы с какими-то трубками, которые вечно моросили, лились на бак. У нас была утечка жидкости. И это тоже как бы складывалось на том, что у нас был небольшой перегрев. Короче, вот с этими проблемами мы собираемся по-быстренькому сейчас решить, потому что буквально через несколько дней, скорее всего, нам уже нужно выдвигаться на трек. И неплохо было бы все это сделать до этого момента. Также хотели мы установить вперед радиатор, но опять же у нас технически это не получается, ибо как это туда провести, неизвестно. Конечно, можно было сюда поставить интеркулер, как бы чуть побольше, какой там сети Айны, сети Айны интеркуллер, но он не вписывается в дизайн, поэтому здесь будет у нас стоять вот этот радиатор, который будет как-то обдуваться. Потом здесь, конечно же, будет еще специальная ноздря, которая будет засасывать в воздух и толкать это все дело. Но пока что, мне кажется, он должен справиться. На всякий случай у нас есть еще вот такой радиатор, который мы хотели разместить где-нибудь вот здесь вот. Но, скорее всего, это будет уже не в этот кон, это сделаем мы чуть позже. Короче, мы начинаем. Здесь есть единственный момент, по которому я очень сильно переживаю. Я не совсем понимаю технологию, как здесь привариваются вот эти вот трубочки, ну, так называемые трубочки канала, через которые идет воздух вместе с бачками. То есть вот здесь я вижу, что здесь варилось просто аргонной сваркой. А что касается самих трубочек и вот этих вот элементов, такое ощущение, как будто это какая-то пайка. И когда мы начнем приваривать новые бачки сюда, я очень переживаю, что это все дело отвалится и начнет сифонить. Короче, сейчас первым делом вот так вот отпиливаем вот эти вот бачки. Вот у нас готовая уже штучка, одна и вторая, которая, как вы уже поняли, будет находиться вот здесь. То есть вот так вот у нас как-то будет этот кулечек выглядеть. Отсюда у нас будет вход, там будет выход, соответственно. Наоборот. Ну, да, не важно. Но такую процедуру мы ни разу еще не выполняли. И основные переживания у меня вот по поводу герметичности вот этих вот сот. У меня такое ощущение, как будто бы они здесь соединены какими-то флюсовой пайкой. И когда я буду вот здесь сейчас проваривать шов, возможно, это все отвалится. И вся эта наша затея не удастся. Ну, как мы это увидим? Что у нас перегородка отвалится в первую очередь, да? Ну, мы его надуем, мы проверим герметичность. Чудная штучка. Самое интересное, что это советская штучка. А это что, перезаряжать патроны? Ну, здесь можно под другую резьбу поставить. Но у меня только одна гильза под шестерку. Прямо только советская. Да, да, смотри. ИОК ГП-2. 15-72 года. Подожди, 15-ая что? А, 3-ая. 3-ая марта. Нет, 15-ая марта 72-го года. Последняя дата его использования. Нет. А может, рождение. Я не знаю, что это означает. Ну, 72-й год. Ну, выглядит, ты посмотри сам. Смотри. Впечатляет. Смотри. Хоп. Такое только делали в Советском Союзе. Я в шоке, но мы справились. Мы сделали самодельный радиатор. Прямо офигеть. Ничего не расплавилось. Все герметично. Блин. У меня нет слов. А теперь такая очень важная задача. Это что-то придумать. Угу. Пайпами. Здесь получается весьма, как бы, такая непростая конфигурация, как это все размещается. И у нас, по ходу дела, не хватит всех этих шлангов. Надо будет опять ехать покупать. Да, уже не прошло и пару дней. Мы снова едем в магазин. Что нам, Женек, надо купить? Кучу всяких шлангов, переходничков и целый список написали. Значит, едем в GS. Что у тебя в руках? Вот, что это? Что это? Это Пайпас. Ну, и что? Вместо влоу-офу. Родной байпас. Байпас вместо влоу-офа. Родной байпас. 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 Вот. Короче, эта штукенция сбрасывает давление. Да, и эту штукенцию сейчас нам нужно как-то вот сюда вот так вот прибабахать. Вот так вот. Для этого мне нужно сейчас сделать алюминиевую площадку, которую мы вот сюда вот приварим. А эта штука спрячется под дроссием. Для этого мы здесь уже все освободили. То есть чисто породный Subaru мы не будем нарушать. Ну, вот как-то так. Я, конечно, скорее всего вам не нравится. Мне, честно, тоже не очень нравится. Но другого выхода нет. Только вот эта вот форма. Ну, а с другой стороны все это будет прикрыто, в принципе. Двигателя не касается. Вроде бы ничего получилось. Так, вот получается, мучились-мучились. Со второго раза оно получилось. То есть мы сюда к патрубку, к пайпу сделали родной байпас. Байпас будет спрятан здесь, под дросселем. Здесь максимально освободил все. Тут еще, конечно, поразбираюсь маленько. Ну, и еще то занятие будет его сюда поставить. Но это сделаю. Почему выбор пал не на бло-офф? С бло-оффом, да, было бы проще. Мы бы его поставили где-нибудь здесь. И все. Объясню вкратце. Байпас родной. Ну, в принципе, на всех автомобилях он сбрасывает воздух. Вот этот избыток воздуха, когда дроссель резко закрывается. Он перепускает воздух. Здесь у нас под давлением получается. Ну, здесь под давлением воздух. И он перепускает, сбрасывает ее перед турбиной. То есть здесь вроде бы давление сбросилось. Но воздух никуда не потерялся. При этом датчик расхода воздуха видит, что все в порядке. То есть сброс пошел. И единственный поток воздуха идет, который для холостого хода ему нужен. И все. А бло-офф сбросит. И все это будет опять по-новой нагоняться. А мотор в холостом ходу. И будет переобогащенная смесь. Так что не есть хорошо. Так что мы решили остаться с байпасом с родным. Есть, конечно, обманки для датчика расхода воздуха. Но у нас обманки этой нету. И покупать в ближайшее время не собираемся. Вот. Сейчас я это все дело установлю. Здесь, в принципе, чуть-чуть осталось все соединить. Колено есть у меня под 45 градусов. Все на хомуты. Это колено тоже готово. Хоть оно мне, конечно, не очень нравится. Не очень эстетично. Но что с этим сделаешь? Ничего. По-другому оно здесь никак не получается. Даже если мы найдем эти 90 градусов пайпы, то все равно все это будет обширное, большое. И никак не получится красиво. Так что вот пока так. Ну все. Сейчас буду мучиться собирать. Ну и в общем, сейчас что там еще? Получается все сопуны, шланги поменять. Вот этот страшненький шланг поменять. Разобраться с впуском, с фильтром. Не помню, говорил, не говорил. Но фильтр будет вот здесь, вот у за пассажирской сидушки. Скажем так, в будущем воздухозаборники находиться. А это практически как у формулы будет. В принципе, тоже воздухозаборники. Получается, как раз холодный воздух поступает. Датчик видит, что холодный воздух, ему хорошо. Ну и зимой, когда мы будем ездить на гусеницах, будет снежком орошать этот фильтр. Он опять же будет в холоде. Зимой. Не, в принципе, я сейчас все подсобрал. Мне даже нравится. У нас такая плетеночка получилась. Как у всех гоночных. Не, прикольно, прикольно. Такая прям аккуратненькая получилась четко прям. Не, нормально. Я думал, будет хуже, но получилось, в принципе, хорошо. Мы продолжаем трубопроводный день. Вот эта вся красота здесь уже улеглась. Женек там пытается надеть ремень. Сейчас нужно будет его поставить. Натянуть радиатор. Радиатор. Генератор. Радиатор, генератор. Натянуть генератор. И нам останется только проложить сапуны. Их здесь очень много. Вот такая вот шланга будет. Вот такая шланга. Вот здесь вот эта вот еще шланга пойдет сюда. Здесь она соединится. Короче, очень много еще всяких трубочек и шлангов. И все, мы хотим сделать вот такое силиконовое, красивое. Чтоб двигатель прям был кайфовый. Потом еще это все дело надо будет отмыть. Короче, делов еще много. Мы продолжаем. Так, а еще у нас такая штучка появилась. Это механический буст-контроллер. Также купленный в AGS. Нам любимый. Вот у нас вот этот старенький шланг. Это у нас на турбину. Это у нас шланг на актуатор турбины. И регулировали мы вот этим вот сечением. То есть надо побольше бустая. Мы здесь сделаем больше сечения. Надо поменьше. Мы сюда пластмассовый пиптик вставляли. Это мы сейчас выкидываем. Ставим такую красивенькую штучку. Которая у нас будет регулировать вот это вот сечение. То есть надо побольше нам выкрутили. Нам поменьше закрутили. И сможем уже регулировать более точно. А это все полевые настройки были. Ну и честно говоря, есть же у меня медная трубочка. И диаметр отверстия тоже поймал себе. Будет нормально. Но это пафосней. В общем, на самом деле здесь еще осталось очень много работы. Женек там делает впуск. Также там нужно еще сгомырить нам шланг для основного радиатора. Потом мы также еще хотели сделать здесь дополнительный радиатор. И скорее всего мы его все равно сделаем. Делаем. Но в эту серию не влезет. В эту серию это все не влезет. Поэтому на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока. А, кстати, звук-то. Прямо направо. Прямо направо.